Всем здрасте! Короче, как вы поняли, сегодня у нас кулинарный блок. Погнали! С тем расчетом, что я стал жить один, соответственно, я начал готовить тоже один самостоятельно. Господи, грязно. Вот, сегодня, короче, я пришел после тренировочки. Время, на секундочку, полдевятого. Я только что пришел после тренировки. И готовить вообще никакого желания нету. В обычный какой-то либо день я бы, может, себе заказал определенную готовую еду. Но сегодня я очень сильно загорелся желанием, короче, сделать себе стейк. Стейк из свинины. Эскалоп свиной. Короче, не знаю, что, но я нашел очень годный рецепт, который я вам сегодня с вами поделюсь. Но сделаю так, как будто, типа, это мой рецепт, и я вам его говорю, чтобы вы его приготовили. Короче, приятного просмотра! Сейчас посмотрим, что у меня получится. В общем, переоделись в домашненькое. Ручки помыли и готовы готовить. Кстати, сходил за фольгой буквально после тренировки. Попозже объясню, для чего она и сегодняшняя наша главная. В общем, для чего нам, собственно говоря, понадобится приготовление наших крутых стейков. Собственно говоря, сам стейк я себе взял эскалоп свиной. Вообще не жирный, то есть, не знаю, какая это часть. Вообще понятия не имею из охлажденного мяса. В общем, нам понадобится. Можете вообще себе взять любой стейк. Самое главное, что мясо это что? Правильно, полезно для спортсменов. Из холодильника у нас что есть? Я еще взял себе вот такой соус, не помню. Он вроде бы испанский. Вот так вот он называется. Можете заскринить. Я попробовал это, если что, BBQ. Типа, короче, к мясу. Очень крутой. Попробовал вообще. Балдежный, всем советую. Какое мясо без какой-либо приправы? Я взял еще чили, перец вот такой вот молотый. У меня есть еще смесь итальянских трав, я думаю, это пригодится. И щепотка соли нам тоже не помешает. В общем, давайте уже готовить. Че, как мы делаем, собственно говоря. Здесь у нас вроде бы как 4 кусочка должно быть. И поэтому я, пожалуй, приготовлю все 4 кусочка. Единственное, что время уже достаточно позднее. И, пожалуйста, не упрекайте меня в комментариях, что я готовлю и буду есть так достаточно поздно. Потому что, во-первых, у меня завтра выходной, завтра суббота. Во-вторых, мне просто нужно закрыть углеводное окно. А мясо это одно, так скажем, типа из немногих, где это можно сделать действительно правильно. Считать я все-таки не умею. Здесь 5 кусочков. Тем, собственно говоря, и лучше. А, нет, раз, два, три, четыре, пять. Все правильно, 5. В идеале мясо нужно промыть под, короче, под краном, под водичкой. Я, честно, понятия не имею, зачем это делать. Но помню, что у меня мама постоянно так делала, курицу промывала. Объяснить с научной точки зрения я, к сожалению, не могу. Поэтому, если вы шарите, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Гуд! Отлично. После того, как промыли вообще мясо, нужно его насухо высушить, чтобы оно не имело никаких отличительных свойств жидкого выделения. Свинина хоть и так она, типа, нежирная, но в идеале мясо должно быть прям, типа, сухое. Отлично. Короче, после того, как мы промыли, вытерли... Короче, высушили наше мясо, настает момент маринования. Единственный минус, этот период занимает достаточно продолжительное время. После маринации мы должны вообще в идеале оставить, в идеале на сутки, мясо мариноваться в холодильнике. Но сейчас у нас времени такого нет. Суток я очень сильно хочу кушать, поэтому я думаю, что полчаса в идеале, если оно полежит, это будет тоже достаточно неплохо. Берите приправы по вкусу. Я уже вам сказал, что у меня есть. Это итальянские травы. Я обязательно возьму перец чили, щепотку соли. Вообще, в идеале еще горчица под рукой. Но у меня сегодня не было времени найти горчицу, поэтому сегодня без горчицы я заменю их итальянскими травами. Короче, когда последний кусочек мы обмакнули во все специи, в идеале это ставить на 20-30 минут, чтобы мягко-то, скажем, схватилось. Мясо приняло или впитало определенные ингредиенты в себя. И уже потом мы будем, так скажем, это жарить на сковородке. Короче, 20-30 минут в идеале нужно сейчас подождать. В общем, достаточно уже продолжительное время прошло. Я еще плюс варю пшеницу для себя, для того, чтобы было немножечко сытнее. Разогреваем сковороду и еще в идеале, в идеале класть кусочки мяса, не наливав в сковороду масло, а всего лишь слегка их, так скажем, обмазать им. Вот. Тогда будет прям вообще in the top и прямо на раскаленную сковороду их класть. И прям пушка будет. У меня, к большому сожалению, нету специальной кисточки, которой это можно сделать, но я нашел вот такую прекрасную альтернативу. Чуть-чуть наливаем маслица и прекрасно это можно сделать с помощью обычной ложки. Вот так вот размазываем, не сильно жирно, чтобы было, и не слишком, чтобы было мало. Вот. И так каждый кусочек с обеих сторон. И, уверяю, это будет прям бомба-пушка, честно говоря. Так как мы уже как бы сделали, налили масло. Я, кстати, брал оливковое масло на кусочки мяса. Нам не нужно наливать сюда поверх масла. Мы просто берем и, короче, жалко, у меня нету щепчиков. С ними это было бы намного легче. Ну, просто берем. Один. Два. Жарим это все в зависимости от прожарки, которую вы хотите, но я рекомендую как бы от трех до пяти минут, не больше и не меньше. Я, наверное, где-то 3-4 минутки с одной стороны и с другой стороны, и будет шикарнейший стейк. Пока я сейчас дожариваю последнюю партию, стоит сказать, что фольга, на самом деле, очень необходима здесь, потому что после того, как вы пожарили мясо, вам его нужно закатать в фольгу и дать буквально 10 минут отдохнуть мясу. Это необходимо, чтобы, во-первых, оно чуть-чуть слегка остыло, фольга не заставит мясо уж совсем остыть, но отдохнуть мясу необходимо, чтобы потом, типа, оно было намного вкуснее. В общем, я с научной точки зрения, как это по-поварски, по-профессиональному объяснить не могу, но это действительно так. Вот сейчас вот эти два кусочка лежат, уже минут 7, я попробовал, куснул белиссимо, это просто такое шикарнейшее просто мяско. Ну что, друзья, долгих полтора часа мучений, но я все-таки сделал это. Стейк. Самая вкусная вещь, наверное, в мире, с пшеной кашей и квасом. В общем, час, час двадцать примерно приблизительно времени, и у меня просто шикарный ужин, богатый и обогащенный. Белками, углеводами, правильным сочетанием белков, жиров и углеводов. И сейчас я после тренировочки закрою свое углеводное окошко, посмотрю сериальчик и отправлю спать. Друзья, всем приятного аппетита, если вы тоже кушаете. Подписывайтесь на канал, если вам понравилась такая лайтовая, простая, быстрая рубрика. Я надеюсь, что видео я не сильно затянул. Пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok